Город вечная терра инкогнито и открывает он свои тайны только тем, кто ищет. Дети асфальта вместе с Николаем Команцевым и Ириной Бородиловской снова отправляются на поиск городских тайн и легенд. И поверьте, мы их обязательно найдем и приглашаем вас принять участие в нашей увлекательной прогулке. Побежали? Побежали. Лучшим горожанам заслуженные награды. В Могилеве прошла церемония вручения специальной премии Могилевского горосполкома «Достижение». Пора по паркам. Где могилевчанам лучше всего отдохнуть от городской суеты? Смотрите в рубрике «Старый новый город». Пять побед за два месяца. 12-летняя могилевская певица Ольга Коновалова одну за другой берет музыкальные вершины. Идеальный дресс-код. Дети асфальта узнали, как должен выглядеть истинный страж порядка. Ну что, продолжаем нашу ветреную прогулку. Кстати, жизнь города складывается из последних событий, новостей и происшествий. Все, чем жил Могилев последние семь дней, расскажет Кристина Каранкевича в рубрике «Городской блок». Могилев и таджикский город Худжант организуют совместное предприятие по производству лифтов. Во время бизнес-форума при Днепрове города-побратимы подписали договор о сотрудничестве. И уже в ближайшее время будут налажены поставки лифтов и лифтового оборудования в Таджикистан. Это станет первым шагом делового сотрудничества. Также есть договоренность между Могилев-облтуристом и Брянским турагентством по обмену группами. И еще ряд предложений от польских инвесторов. Вообще, второй по счету бизнес-форум оказался для Могилева удачным. В Могилеве можно поклониться мощам святого равноапостольного князя Владимира. Мощи выставлены в Свято-Никольском монастыре до 4 июля. Доступ с 8 до 20.00. Могилев стал одним из пяти крупных городов Белоруссии, которые посетила святыня в рамках празднования тысячелетия представления Крестителя Руси. Это первое масштабное принесение мощей великого князя с момента их обретения в 17 веке. А теперь обращаем ваше внимание. Автобусную остановку улица Пионерская перенесли на площадь Орженикидзе. Теперь автобусы, которые уходят по улице Пионерской со стороны пожарного переулка, будут забирать и высаживать пассажиров здесь, на этой остановке, напротив Белорусского института правоведения. В одной из могилевских кофеен не только вкусно кормят, но и обучают белорусскому языку. Меню здесь продублировано на двух языках, русском и белорусском, и даже работает белорусскоязычный официант. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К слухам нужно относиться, как к досужей сплетнице. Послушал и забыл. А вот на кулары детей асфальта советую обратить пристальное внимание. У нас только проверенная информация. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существует ли максимальный срок пребывания на больничном? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, существуют так называемые среднеоптимальные сроки временной нетрудоспособности, которые рекомендованы Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Также средние сроки лечения рекомендуются клиническими протоколами диагностики и лечения различных заболеваний. И, конечно же, все зависит от того, какое заболевание. Терапевтический профиль, хирургический профиль, травмы сложные. Это все средние сроки времени нетрудоспособности будут абсолютно разные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3 июля будет ограничено движение транспортных средств по улице Челюскинцев на участке от площади Рженкидзе до улицы Романово, за исключением пассажирского транспорта общего пользования с 22.30 до окончания мероприятия. Перекрываться движение транспорта будет с 22.30 и до окончания мероприятия по проспекту Пушкинскому на участке от улицы Челюскинцев до Островского, на улице Большой Чаусской, на участке от Чегриного до проспекта Пушкинского и по улице Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Пушкинского. Купил лодку. Нужно ли ее регистрировать? В настоящее время Республики Беларусь не подлежит регистрации. Грибные лодки, байдарки, а также надувные суда без мотора с грузоподъемностью 225 кг. О работе Государственной инспекции по маломерным судам можно узнать на сайте данной организации. Накануне дня рождения Могилева лучшие представители своих профессий, которые внесли большой вклад в развитие нашего города, получили заслуженную премию. Премию достижения. Оглашение победителей в 18 номинациях совпало с финальными концертами Международного фестиваля духовной музыки «Могутный Божа». И победителей ждал еще один подарок – концерт народной артистки Грузии Тамары Герцетели. Для каждого из 18 номинантов премия оценка в первую очередь не только персональных, но и командных достижений. Об этом уже позже, получив награды, говорили все без исключения. Ведь именно от совместного труда считает обладатель премии в номинации «Промышленность». Зам. директора предприятия «Бабушкина Крынка» Вера Красовская и зависит успех предприятия. В этом году в очередной раз мы стали лучшими экспортерами страны, что является одной из самых высоких наград по результатам работы предприятия, в котором 70% составляет выпуски и продажи продукции на экспорт. На предприятии есть команда людей, которые вместе делают одно дело. И для меня большая честь, что я работаю в этом коллективе. В номинации «Культура» отмечена прекрасная Ирина Пекарская, доцент филиала Белорусской Академии Музыки. На сцену она выходит в сопровождении учеников, ведь они и есть плод ее трудов. Побывали с концертом в Москве, в зале имени Чайковского. Выступили на открытии пятого международного славянского форума с великолепными хорами, прекрасными коллективами, с мужским хором, с Рейтинского монастыря, с московским патриаршим хором. Получили два гран-при в мае, тоже в Москве, на международных конкурсах. Дирижерская профессия, она и сложна, и хороша тем, что ты, конечно, очень много отдаешь своему коллективу, много от них требуешь, но получаешь взамен от них улыбки, прекрасное творчество, прекрасную музыку. Когда что-то получается, это ни с чем не сравнимое счастье. Главные достижения науки Могилева в этом году, без сомнения, были связаны с именем историка Игоря Морзолюка. Археологические находки, раскопки в Мстиславле и Могилеве не прошли даром. Стараемся и для города, и для области, и для краины в целом, работать якосно свою працу. Лучшим в номинации «Общественное питание» признан управляющий Карен Помбухчан. Ресторан итальянской кухни Беладжио – кулинарный бренд нашего города. Неоднократный обладатель звания «Ресторан года». Мы выиграли конкурс «Голден Шеф». Это коммерческое мероприятие, в котором участвуют все лучшие рестораны Белоруссии. Без исключения достойнейшие минские рестораны, региональные. Мы заняли гордое звание «Ресторан года Белоруссии» с оговоркой «Регионы». Мы просто работаем, трудимся на благо нашим гостям. Если вы спите спокойно и не боитесь пожаров, это дело рук спасателей за обеспечение безопасности. Награду получил старший пожарный Андрей Морозов. Самое главное – быть целеустремленным, знать свою задачу, двигаться вперед, не стоять на месте. Скажи, красавица, а какой у тебя папа? Хороший. А какой хороший? Ну, добрый, там, ну, нормальный. И смелый, наверное. Да. Трудовые коллективы. И все, которые присутствуют на этом мероприятии, они сделают выводы, потому что все люди достойные, и они действительно значительный уклад внесли в развитие нашего родного города Могилева. И финальным аккордом и особенным подарком за смелость, ответственность и профессионализм всех номинантов стал концерт Тамары Гверцители. Кстати, проходил он в рамках фестиваля духовной музыки «Могутный Божия». Согласитесь, как приятно прогуляться по телнистым аллеям парка или посидеть в сквере у фонтана. Любой город тем и хорош, что горожане, не выезжая на природу, могут побывать на природе. На прогулку по Могилевским паркам и скверам приглашает Веста Смирнова. Могилевский парк В городе три парка основных – это Печерский лесопарк, парк Горького и парк «60 лет Великого Октября». В Печерском лесопарке ежегодно мы в течение всего года производим вырубку, прочистку от дикорастущей поросли. В парке «60 лет» мы сажали деревья, но очень тяжело приживаются деревья. Ну а парк Горького, он вообще должен быть под реконструкцией, поэтому пока ничего. Плитку в этом году поменяли там дорожки, плитку заменили. По словам специалистов, чтобы сделать комфортный и красивый парк, одних усилий зеленстроя мало. Они ухаживают и дорабатывают все парки и скверы. За сезон пытаются посадить как можно больше саженцев и поставить дополнительные скамейки. Но срок годности у новинок небольшой. Говорят, помогают добрые горожане. А с парком «60 лет Великого Октября» вовсе проблемы. Деревья погибают на глазах, а новые не приживаются, грунт не тот. В планах заменить землю новой, но это пока планы. Про интересные задумки для других парков нам рассказали и архитекторы. Соответственно, с генеральным планом развития Печерского парка размещение некоторых знаковых объектов для города Могилева. Значит, это футбольный манеж, который был в свое время запроектирован. К сожалению, дальше проекта реализации его не пошла. На смежных территориях это аквапарк, который может быть как и отдельным строением, сооружением, так и интегрирован совместно с футбольным манежем. Значит, это гостинично-развлекательный комплекс. И это далеко не все новинки, которые скоро будут не на бумаге, а на деле. Планируется сделать детские и спортивные площадки для активного отдыха. А еще Могилев ждет появления нового парка, о котором нам, кстати, тоже рассказали. Предполагается создание нескольких функциональных зон. Это пляжная зона на берегу Днепра, где у нас сейчас имеется городской пляж, и он организован. Это зона спортивная или оздоровительная зона, где предполагается размещение дорожек различных, прогулочных. Может быть, создание так называемых троп здоровья, размещение какого-то спортивного оборудования. Возможно, здесь размещение уже площадки для современных видов спорта. И это далеко не все задумки, ведь здесь есть где разгуляться. Это одно из самых красивых мест в Могилеве, говорят специалисты. И очень удачное, так как находится в самом центре города. И чтобы полюбоваться природой, не придется выезжать за черту города. Раньше под Николей тяжело было назвать парком. Сейчас же здесь можно прогуляться не по бурелому, а по специальным выложенным дорожкам. Понятное дело, что ремонт еще пока ведется, и когда будет официальное открытие, пока не ясно. Но это не мешает нашим могилевчанам уже прогуливаться по парку, который в скором времени станет лучшим в Могилеве. Вы знаете, да, действительно, в нашем Могилеве есть места, где ты отдыхаешь душой. Я, например, обожаю гулять по аллеям Печерского лесопарка. А вот интересно, какие уголки Могилева любят его жители? Давайте узнаем. Советская площадь, наверное. Почему так? Ну, обзор хороший. Красивый вид. Река, город виден. Ну, вот здесь вот эта вот главная улица. То есть Первомайская? Да. Почему? Ну, я здесь частью всего бываю. Наверное, Ленинская, как и всех. Почему? Ну, больше людей, больше знакомых можно видеть там. У фонтанов? У каких? Возле диагностического центра. Почему? Ну, там прохладно, вода, поэтому сюда люблю ходить в свободное время. А у вас? А на Ленинской, наверное, на пешеходной. Там всегда с друзьями видимся. Потому что пешеходная, меньше машин, меньше транспорта. Лучше дышится. Буйническое поле, самое любимое место в городе. Святое озеро, Печерский лесопарк. Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на людей в форме. Кстати, а вы знаете, а вы знаете, что у наших доблестных милиционеров есть особый дресс-код по отношению как раз к той самой форме. Курсанты Могилевского института Могилевского института Министерства внутренних дел показали детям асфальта, как должен выглядеть истинный страж порядка. Если на подиуме модели и кутерье стараются поразить эксклюзивными нарядами, то стиль одежды людей в погонах определяет приказ министра внутренних дел номер 369. Основное требование дресс-кода. Форма одежды, любая, должна быть естественно, находиться в чистом и опрятном состоянии, от утюжина носиться аккуратно. Летом одна форма одежды, зимой другая. Остановимся на летнем варианте. Чистая выглаженная рубашка, от утюженной брюки, китель, галстук, фуражка, дублеска, начищенные туфли. Мелочей нет. Даже носки должны быть черного цвета. Идем далее. Не только прическа у стража порядка должна быть под контролем, но и растительность на лице. Все военнослужащие должны иметь аккуратную прическу. Это что под собой подразумевает? Не обязательно она должна быть короткая, скажем так, под ноль. Просто аккуратная прическа. Второе. Разрешается сотрудникам носить аккуратные усы, постриженные. Не допускается ношение бороды. Значит, шея должна быть тщательно выбрита. А как насчет остального? Внешний вид милиционера должен быть, что называется, от и до. И выражаться это должно не только в прическе, но и в украшениях. Никаких побрякушек, только обручальное кольцо. Правда, для девушек в погонах небольшие поблажки. Женщинам допускается ношение, скажем так, сережек в ушах, но не эпатажных, не крикливых, не вызывающих, не больших. Насчет вредных привычек. На территории всех органах внутренних дел курение запрещено. Кому уж совсем не в моготу, можно курить до или после службы вне территории милицейского учреждения. Руки в карманах сотрудника милиции держать не рекомендуется. Если милиционер в форменной одежде, он должен соблюдать еще одно правило. Сотруднику не разрешается при себе переносить различного рода пакеты, пакетики, маечки, типа пакета и тому подобное. Разрешается при нахождении в форменном обмундировании носить при себе сумку, портфель или чемодан темного цвета. Вот такой он дресс-код людей в погонах скромный и строгий. Но, как говорится, требования оправдывают цель, ведь страж порядка у всех на виду. Это невероятно, но это факт. Пять побед за три месяца, причем три из них на международных конкурсах. Ну, я считаю, что для 12-летней девчонки это просто отличный результат. Юная и талантливая, яркая и неповторимая могилевчанка Ольга Коновалова сегодня специально для детей асфальта споет на бис. Когда поешь, нужно полностью проникнуть в это, и тогда появятся какие-то правильные эмоции. И я бою всегда, как говорится, и в душе, и в душе. Наверное, бесконечно просто. И началось это бесконечно еще с пеленок. Тогда маленькая Оля Коновалова, будучи капризным ребенком, успокаивалась только тогда, когда начинала звучать музыка. Я очень много плакала, и мама мне рассказывала то, что я заканчивала плакать только тогда, когда шли какие-то музыкальные проекты. Когда она была совсем маленькой, совсем только родилась, и в этот момент шла как раз первая фабрика звезд. Да, Оля была плаксивой девочкой, все время разрабатывала свои связки. И действительно замолкала она во время первой фабрики звезд. Ну вот прямо мы шутили на эту тему и говорили, что действительно, наверное, быть певицей. Шутки оказались пророческими. В свои 12 лет она уже может похвастать победами во многих республиканских и международных музыкальных конкурсах. На последнем из них в Болгарии члену жюри аплодировали юные исполнительницы стоя. Видимо, им очень понравился наш белорусский язык. Они восприняли его очень хорошо. Я спела очень хорошо, эмоционально, и жюри к концу просто встали. А началось все два года назад, когда Оля пришла к своему музыкальному руководителю. Увидела красивого ребенка и услышала хорошие данные, но без опыта. Глазки все время у нее были опущены, долго мы над этим работали, над самым элементарным, чтобы она хорошо смотрелась на сцене. Тренировали дикцию, изучали сценическое мастерство и учились смотреть в глаза зрителю. Но главное, чему научила ее сцена, быть сильной. Во время нашего интервью Оля разволновалась. Давай, соберись, давай, соберись, ты не расслабляйся, собраться надо, Оля. И не наклоняй голову вниз, тебе сейчас надо выходить и петь. Я верю в тебя и тобой горжусь, потому что есть чем гордиться. Она вернулась на сцену и запела снова проникновенно и эмоционально, так, как это делают профессионалы. ПЕСНЯ Но сейчас самое время культурных новостей, и с ними познакомит Елена Слепкова в рубрике Культивижн. Всем культ-привет! Начнем по традиции с обзора культурных событий, которые ожидают нас в ближайшие дни. 4 июля в 10.00 в Кукольном театре смотрите сказку «Приключения Аленки». В 12 спектакль «Конек-горбунок». 6 июля в 11 часов «Приключения Буратино» или «Тайна Золотого ключика». Вогилевский областной драматический приглашает на постановку «Влюбись, не глядя». 7 июля в 18.30. Концерт Андрея Синькевича состоится в Антиках и Чердак. 4 июля начала в 20.00. Фестиваль духовной музыки «Могутный Божия» завершен. Минувшую субботу в городе прозвучали его последние аккорды. Гостей в этом году было как никогда много. 500 исполнителей из 20 стран. География христианских общин мира, что отметились на фестивале, честь города и страны. От Беларуси до Эквадора. Фестиваль «Могутный Божий», начинавшийся в Могилеве, как конкурс хоровых коллективов с поддержкой власти превратился в культурно-просветительское событие. Когда дети слышат от матери или бабушки слова о духовности, то на их основе формируется их мировоззрение. Первый большой галоконцерт принял стадион «Спартак». На сцене Государственная Академическая Симфоническая Капелла России и Могилевская Городская Капелла. 27 июня на Звездной площади граждан ждал еще один концерт современных христианских исполнителей из Британии, Дании, Пакистана и других стран. Могилев отметил 748 день рождения. Солидный возраст областной центр отпраздновал как положено. Ярко, весело, с привкусом колорита национальных диаспор города. Нынешняя программа была очень насыщенная. Корреспонденты Культивижн попытались успеть везде. Стартовал праздник с традиционного театрализованного шествия на улице Первомайской. Далее праздничное движение переместилось на площадь Славы. Там выставляли ретро-автомобили. От боя нету, от ребятишек, от молодежи. Мы должны рассказывать, показывать. Это же наша история, понимаете? Душа, чтоб пела, чтоб народ знал, что у нас еще есть такие машины, есть люди такие. А на улице Ленинска свою культуру представляли разные, но такие дружеские диаспоры. Они долгое время живут на Медлевской земле и считают ее вторым домом. Левчане, они доброжелательные. Они национальные различия здесь меньше всего замечают. Это мой родной и любимый город. И где бы я даже не отдыхала, я не могу до конца пробыть, учусь на всех парусах домой. Молодежь День города отметила в Печерском лесопарке активным времяпровождением. Наш город имеет прекрасную традицию, прекрасное будущее, хорошее, настоящее, потому что вы молодые и у вас все впереди. Праздник дошел до каждого уголка города. В сквере 40-летия Победы на площади Славы и площади Звезд гремели концерты почти до полуночи. Могилевчане веселились и поздравляли город с днем рождения. А на этом у меня все. Редакция Культивижн будет следить за всеми культурными событиями Могилева. Но я с вами прощаюсь и желаю вам новых культурных открытий. Коля, я вот лишний раз убеждаюсь, что городской ритм чувствуется не только в центре нашего Могилева. Ну и в спальных районах. В спальных районах и вот в таких вот тихих двориках. И несмотря, между прочим, на погоду, мы обязательно продолжим наше путешествие. Ну, это уже произойдет в следующих наших выпусках. Ну, а на сегодня все. И мы напоминаем адрес, куда вы можете отправлять ваши городские истории. Город Могилев, улица Первомайская, 83. Телефон из студии 2215-83-2290-70. Ну и, конечно, не забывайте заходить на наш сайт tvrmogilov.by. В гостевую. Здесь мы ждем от вас хороших новостей и новых городских историй. Ну, а мы встречаемся уже в следующий четверг. А сейчас, Коля, давай-ка пойдем на студию. Побежали. А то скоро грянет буря. Дождик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok